До сих пор, говоря о параметрическом полиморфизме, мы имели дело с функциями. Однако встроенные структуры, такие как списки и кортежи, тоже параметрически полиморфны. Давайте посмотрим на пример. Начнем с примера списка. Предположим, что у нас имеется список булевых элементов. Тип этого списка это список значений типа бул. То, что стоит в квадратных скобках на уровне типа, указывает нам на тип элементов списка. А квадратные скобочки указывают, что выражение, с которым мы имеем дело, это список. Мы можем построить список, наполненный другими значениями. Ну, например, список символьных элементов. Список символьных элементов удобно записывать как строку. Вот тип списка символов, тип строки. Это список типа чат. Мы опять видим, что это список и элементы списка указаны у нас внутри квадратных скобок. Мы видим, что списки имеют полиморфное поведение. Мы в качестве элемента списка можем использовать любой тип. И соответствующее значение, соответствующий тип будет появляться в типе списка, как тип элемента этого списка. Если мы посмотрим на тип пустого списка, пустой список обозначается как две скобочки, между которыми ничего нет. Две прямоугольных скобочки. То мы увидим, что этот тип содержит переменную типа а в качестве параметра на том месте, где у нас встречалось до этого чар и булл. Таким образом, мы видим, что списки полиморфны по типу элементов, которые в этих списках хранятся. Этот же полиморфизм присутствует и в стандартных функциях над списками. У нас был оператор конкатенации двух списков, оператор plus plus. Тип этого оператора не вызывает удивления. Он принимает два аргумента, два списка с одинаковыми элементами. И возвращает почти возвращаемое значение список с теми же самыми элементами. Ровно так же мы можем посмотреть на тип оператора двоеточия. Это оператор добавления элементов в голову списка. Первым аргументом левому у этого оператора служит элемент, а правым аргументом список. Вот здесь у нас есть элемент типа а. В список значений типа а может добавляться только элемент этого самого типа. Ну и результирующий список имеет тот же самый тип, но длину на единицу больше. Перейдем теперь к кортежам. Оказывается, кортежи тоже полиморфны. Более того, степень полиморфизма кортежей даже выше, чем степень полиморфизма списков. Но прежде чем изучать полиморфизм кортежей, нам нужно изучить некоторый синтаксис конструирования, альтернативный тому, с которым мы познакомились до этого. Давайте вспомним, как мы конструировали кортежи раньше. Скажем, для того, чтобы сконструировать двухэлементный кортеж, пару, мы писали круглые скобки, ставили запятую и между скобками и запятой записывали элементы этой пары. Ну, например, true и значение 3. Вот, таким образом мы строили двухэлементный кортеж. Однако, существует альтернативный синтаксис построения двухэлементных и болееэлементных кортежей. Вместо того, чтобы указывать значения, которые лежат в нашей паре, а вокруг запятой, мы можем использовать скобку запятую и скобку как отдельно стоящий конструктор кортежа. А аргументы передавать как аргументы функции. То есть, поскольку это пара, то в нее нужно передать два аргумента, значения true и 3. И, как вы видите, мы получаем в результате тот же самый кортеж, ту же самую пару. Стиль, который использовался здесь, называется, естественно, префиксным стилем конструирования пары. Это стандартный стиль в вызове функций. А тот стиль, который стандартен для конструирования пары, к которому мы привыкли, он называется миксфиксным стилем. Когда перекручены и перепутаны элементы, которые мы вставляем в нашу пару, и, собственно, элементы, образующие структуру этой пары. То же самое верно не только для пары и для троек. Мы можем реализовывать тройку в стандартном миксфиксном стиле, но мы можем реализовать тройку значений в префиксном стиле. Например, тройка булевого значения, числа и, скажем, символа конструируются вот таким вот образом. Теперь мы можем уже исследовать тип кортежа. Поскольку мы отделили отдельно конструктор, скажем, двухэлементного кортежа, мы можем спросить, что же у него за тип. Мы видим, что этот тип полиморфин, более того, у него есть два типовых параметра. Первый типовой параметр это А, это тип, который укладывается в первый элемент пары. Второй типовой параметр это Б, это тип, который укладывается во второй элемент пары. Для того, чтобы сконструировать кортеж, нам нужно передать в него столько аргументов, сколько элементов предполагается в кортеже. Например, в пару нам нужно передать два аргумента, что мы и делали, собственно, вызывая, конструируя полноценную пару. Если у нас имеется не двух, а трехэлементный кортеж, то тогда в него нужно передать три аргумента. И конструктор его представляет собой функцию трех аргументов, порождающую нам трехэлементный кортеж. Вместо типа А и Б можно подставлять любой тип, конструируя соответствующую, ну скажем, пару, если мы говорим про конструирование пары. Тогда, соответственно, вместо переменных типов у нас подставятся конкретные типы. Например, если мы спросим про тип вот такой вот конструкции, ну скажем, true и значение типа C. То мы получим, что вместо типа А у нас подставилось значение bool, потому что здесь передается значение типа bool. А вместо B у нас подставился тип chart, потому что здесь передается значение символьного типа. Однако мы можем определять функции, которые хоть и уменьшают степень полиморфизма, но не убирают ее совсем. Давайте определим функцию, которая зовется duplicate, ну давайте назовем ее dup, которая принимает некоторое значение, а возвращает пару, составленную из двухкратного повторения этого значения. Ясно, что такое определение функции не накладывает никаких ограничений на тип x, x может быть любым. Но на тип пары некоторое ограничение накладывается. Первый элемент пары должен иметь тот же самый тип, что и второй элемент пары. Ну и действительно, если мы спросим про тип функции dup, мы обнаружим, что эта функция имеет вот такой вот тип. Здесь переменные типы, и в паре у нас используется одна переменная типа. Пара слегка мономорфизировалась, но не до конца. Для пар мы вводили функции проекции fst и snd. Естественно, что эти функции тоже полиморфны, потому что они просто берут произвольную пару и возвращают нам тип, соответствующий либо первого элемента, либо второго. И действительно, если мы посмотрим на тип функции fst, мы обнаружим, что она полиморфна. Значение первого типа возвращается, значение второго типа игнорируется в функции fst. Ее задача вернуть первый элемент. Функция snd устроена похожим образом, но чуть-чуть по-другому. Она возвращает нам значение второго элемента, что отражается в типе этой функции.